Виноградники Левкадии больше полумиллиона кустов на 80 гектарах. В самой солнечной долине Крымского района выращивают 23 сорта лозы из Франции, Австрии и Италии. Есть и российские сорта. Заморозки, которые бывают здесь зимой, делают ягоду только лучше. Вина получаются более качественными, рассказывает премьер-министру Дмитрию Медведеву, генеральный директор винодельни Михаил Николаев. У нас 180 тысяч бутылок в год, что для европейской предприятия много, но в России считается просто ничего. Идею проводить различия между винами, которые изготавливаются из своего винограда, и винами, которые изготовлены из привезенных виноматериалов, глава правительства обсуждал с губернатором края как раз по пути на винодельню. Александр Ткачев был одним из главных инициаторов так называемого «закона о вине». Вино признано сельхозпродуктом. Это позволило снять ряд барьеров, мешающих развитию отрасли, и в то же время защитить интересы виноделов. Мы летели, как раз разговаривали с Александром Николаевичем, о том, чтобы все-таки проводить необходимое развлечение в законодательстве между винами, которые изготовлены из своего винограда, и винами, которые изготовлены из привезенных виноматериалов. Это, мне кажется, абсолютно правильно, потому что мы в какой-то момент ввели регулирование стандарта производства молока, когда мы отделяем или отличаем молоко от молочного напитка. По сути, ведь это, так сказать, такая тоже близкая ситуация. Я не говорю, что они там все отвратительного качества, но это все-таки немножко другая история, так? Ну, хочется верить то, что российское вино будет сделано только из винограда, выращенного в России. Есть у нас склонность, и ментальная, и какая-то практика сложилась относиться к винограду, к виноградному вину, как к проблеме производства бодки. Решение уже принято, кстати, не без вашего участия, Аркадия Владимировича и, кстати, Александра Николаевича, который много за это хлопотал. У нас теперь все-таки эта отрасль не является частью алкогольной отрасли, это у нас часть сельского хозяйства, как во всем мире. Отличная новость, сейчас я говорю. Постановление правительства подписано. Постановление правительства подписано. Дмитрию Медведеву также показали, как работает на предприятии единственная в России такого типа научно-производственная лаборатория, где ученые контролируют процесс на каждой стадии, от анализа почвы и лозы до качества вина. А вот процесс производства шампанского глава правительства увидел уже в Абрау-Дюрсо. Дмитрий Медведев спустился в знаменитые тоннели, в которых зреет вино. Потихоньку его на 10 градусов двигают и бьют. И бьют, чтобы осадок чуть-чуть двигался. И в результате вот в этом, через месяц, осадок уже получается. Первые тоннели, куда закладывали шампанское, появились еще при князе Голицыне в 19 веке. А в советское время их достроили метростроевцы. И сейчас по площади они равны двум футбольным полям. В процессе брожения здесь находится от 8 до 12 миллионов бутылок. Это так называемый классический процесс рождения настоящего шампанского. Дальше премьеру показывают, как удаляется осадок из вина. Это мини-морозильная установка для наглядности. На производстве уже все автоматизировано. А здесь вручную специалист замораживает часть бутылки. Через 10 минут со льдом уходит и осадок. Получается экстра брют. То, что Россия умеет делать хорошее вино, позже на совещании скажет Дмитрий Медведев. По его мнению, у нашей страны для этого есть свои традиции и современные подходы. Поэтому нужно поддерживать именно добросовестного производителя, а с нелегальным алкоголем бороться. Только в 2013 году, напомню, было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по винодельческой продукции, которые не соответствуют требованиям тех регламентов. За первый квартал текущего года наша контрольная структура, «Росалкогольрегулирование» уже 28 дел таких возбудило. Я считаю правильным передать Минсельхозу вопрос регулирования производства винодельческой продукции, которая производится из нашего винограда. Но оборот алкогольной продукции любого вида, естественно, он, как и прежде, остается за «Росалкогольрегулированием». Краевые власти уже не раз предлагали меры по борьбе с суррогатом, в том числе на федеральном уровне увеличить в разы штрафы для тех, кто торгует алкоголем сомнительного качества. Александр Ткачев поднимал эту тему неоднократно на краевых совещаниях и сегодня просит поддержки у правительства. Особенно это касается винодельческой отрасли. Есть еще немало проблем, которые необходимо решать на законодательном уровне. «Росалкогольрегулирование» неоднократно предлагал в определении вино в 171-м федеральном законе заменить юридическое понятие виноградное сусло на свежее виноградное сусло. То есть это очень принципиальная позиция, потому что виноградное сусло, то есть берется материал, выжимка в Испании, в Италии, консервируется за счет всевозможных химических концентратов. Здесь потом все это разбодяживается и начинается вроде бы производство вина. И мы пишем вино, не вида материала, вино. Это совершенно неправильно, это убивает того, кто произвел из лазлы, кубанское, французское, итальянское, неважно. Но здесь потратил 5 лет для того, чтобы выросла уходная работа, шпалера, огромные затраты. Потом еще бочки 18 месяцев, потом еще бутылки около года. Получается 8-9 лет для того, чтобы выйти на рынок, получить качественное вино. Второе. Мы считаем необходимым законодательно закрепить минимальную цену на вино. То, о чем тоже говорил Игорь Петрович, потому что, как это сделано было в отношении водки, низкая цена на продукцию, концентрированное сусло, как я уже говорил до этого, создает, конечно, неравные условия и ставит в невыгодное экономическое положение наших производителей. Предлагают краевые власти также законодательно упростить систему контроля за производством вина из собственного винограда. Пока же в нынешних условиях рентабельность качественного виноделия составляет менее 5%. Отсюда и сотни литров суррогата на алкогольном рынке. Отдельный вопрос господдержка виноградарей. Только так, уверен Александр Ткачев, можно будет не только увеличить объемы посадок винограда, но и привлечь малый бизнес, открыть частные винодельни, которыми сегодня славятся страны Европы. При этом край не просто просит помощи у федерального центра. Регион уже субсидирует отрасль и готов подключиться к другим программам. Мы предлагаем ввести субсидии. Сегодня произвести, допустим, на гектар, это шпалера, это уходная работа, получается до миллиона рублей. А что касается шпалера, 250 рублей занимает на один гектар. Хотя бы до 100 тысяч рублей на гектар. Государственная поддержка. Это и федерально, и регионально. Мы готовы на равных условиях принимать в этом участие. Начать дело с нуля или поддержать какое-то предприятие простому, среднему классу, предпринимателю, пойти просто взять в кредит банки невозможно. И поэтому на этом рынке присутствуют действительно те предприниматели, для которых уже вторичный бизнес, третичный бизнес, банкиры, другие компании. Если такая нагрузка будет и дальше продолжаться, финансовая и административная, то, конечно, мы не сможем получить кратно выше и по гектарам, и по качеству и так далее. Предложения губернатора по всем позициям поддерживают и министр сельского хозяйства Николай Федоров, и специалисты отрасли. По сути, сегодня Краснодарский край своего рода экспериментальная площадка для новой винной реформы. Почти год назад регион подписал дорожную карту с Росалкогольрегулированием. Документ должен помочь развитию виноградарства и виноделия. То есть на деле приоритетно поддержку у государства должны получить именно те предприятия, которые производят напиток из собственного винограда, а не из порошка. Евгений Вольский, Евгения Матвенко, Денис Перец, Антон Калиниченко и Валерий Пятов. 9 канал.